Кольцевую на севере расширят с 4 до 6 полос. Первый реконструирует участок от Приозерского шоссе до ЗСД. Дорожные работы стартуют уже в июле. На этом участке мы будем расширять дорогу вовнутрь. Именно отсюда 20 лет назад началось строительство кольцевой вокруг Петербурга. Еще тогда дорожники заложили внутренние полосы, на которых сегодня установлены опоры освещения. В некоторых местах дорогу расширят за счет обочины и в итоге появится по одной дополнительной полосе в каждую сторону. Как отмечают специалисты, при реконструкции применят инновационные методы. В первую очередь это будет разобрано, деструктурировано, пескоцементное основание и заменено на конструкцию из ЧПС и последующим устройством слоев азвальта бетона. Установлено светодиодное освещение на данном участке, разметка из стеклопластика. Сегодня завершен первый этап при конструкции. Кольцевой от Приозерского шоссе до ЗСД очистили от мусора, переустроили инженерные сети. На данный момент проект ждет финансирования из федерального бюджета. И как только появятся деньги, дирекция КАД выберет подрядчика и перейдет к основному второму этапу. Он должен стартовать в июле. Ремонтировать полосы будут подчередно с переводом движения на встречные. Пока будут идти дорожные работы, водителям придется стоять в пробках. Но если не расширить этот участок дороги сейчас, то уже через пару лет это может стать огромной проблемой. Сегодня загруженность КАД превышает расчеты и нормативы в два раза. Например, здесь в сутки проезжают 50 тысяч машин. И этот поток только увеличивается. Также существует третий этап реконструкции КАД на севере. Дополнительные полосы появятся и на участке от ЗСД до Горской. В текущем году мы планируем завершить работу и зайти в главу госэкспертизу с третьим этапом. Окончательная стоимость будет определена после того, как мы получим заключение. Если будет все нормально, значит в 2018 году до нас будут дневные средства. Мы планируем начать работу на третьем этапе. Всего же на расширение КАД от Приозерского шоссе до ЗСД и от ЗСД до Горской потратят 14 миллиардов рублей. Общая протяженность магистрали – 25 километров. Сдать объекты должны в 2020 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова